В столице Молдавии в эти минуты вновь массовые протесты. Миссинги проходят сразу в нескольких районах, на центральной площади, у парламента и конституционного суда. Кроме того, люди идут к зданию общественного телевизия, там собираются протестовать против цензуры. Остальные требования манифестантов, отменить решение об утверждении нового правительства, распустить парламент и провести новые выборы, никуда не делись. То, что режим не сдается и не особо собирается, это факт. Но то, что сегодня сотни тысяч людей ждут и требуют досрочных выборов, это тоже факт. Сегодня они пытаются организовать те или иные провокации. Для того, чтобы освободить страну, мы должны быть вместе, вне зависимости от политических взглядов. С политикой разберемся потом. Требуем отставок и так далее, но без провокации, без того, чтобы пить стекла и так далее. Это не наши методы. Час назад истек срок ультиматума, который лидеры оппозиции предъявили властям. Впрочем, еще вечером спикер уже заявил, что оснований для распуска нет. А новый премьер, в свою очередь, призвал полицию действовать решительнее по отношению к демонстрантам, которые нарушают общественный порядок. Тем временем, сегодня в Молдавию не пустили еще двух российских журналистов, сотрудников агентства ТАСС и РИА Новости. Накануне в республику не смогла попасть и наша съемочная группа. Корреспонденты Илью Костина и оператора Дмитрия Бедрева даже не выпустили из самолета. Не дали работать и нашим коллегам из ВГТРК, РЕН-ТВ и Лайф-Ньюс. В Кремле ограничения работы российских СМИ назвали неприемлемыми.